по поддержке предприятий. Это у нас система добровольной сертификации, сделанной в России, и размещение павильонных АПК. После выступления уже можно задать вопросы. Я надеюсь, что Российский экспортный центр на них все и ответит. А сейчас передаю слово вице-президенту Российского экспортного центра Алексею Викторовичу Солодову. Айдарыч, приветствую вас. Слышно? Алексей Викторович. Айдар Раифович, слышно меня? Мы слышим. Айдар Раифович, слышно ли меня? Коллеги слышат? Да, слышно. У нас, оказывается, выключен звук был. Ну, другие слышали. Да-да, мы все слышим. Так не бывает, что одни слышат, другие нет, а у меня выключен звук. Коллеги, рад всех приветствовать. Спасибо большое Айдар Раифовичу за то, что организовал на стороне Республики Татарстан, присутствие компаний. Мы хотели бы индивидуально, точечно, по следам поездки в Татарстан и большого мероприятия, которое прошло с участием непосредственным Раиса Республики Татарстан, Руслан Нургалича, хотели бы сегодня точечно среди мер, которые предоставляет Российский экспортный центр экспортерам, остановиться на двух мерах. Это на программе, сделанной в России, программе сертификации, которая позволяет после получения нашей птички получать определенные возможности для продвижения продукции. Это касается всех компаний, производящих любую продукцию совершенно. И вторая мера направлена уже непосредственно на производителей сельхозпродукции, пищевой продукции. Действенная мера, которая у нас развивается очень сейчас серьезно, особенно в Китайской Народной Республике, а тоже те компании, которые становятся резидентами наших павильонов в шести странах, они получают возможности по поиску дистрибьюторов, покупателей, по входу в сети, в оффлайн-сети на территории этих шести государств и по выходу на онлайн-площадки, тоже наши национальные магазины, Российское экспортное центро, на целом ряде маркетплейсов в разных странах. И начать мы хотели бы с программы, сделанной в России. У нас Малека Черкесова, наш сотрудник, который сейчас, расскажет, что есть это такое, с чем это едят. Ну и, как уже было сказано Айдару Ифичу, в конце мы готовы будем по совокупности ответить на любые ваши вопросы. Малек, пожалуйста. Всем добрый день, спасибо большое за слово. Сегодня я расскажу вам о программе, сделанной в России. Программа нацелена на компании, которые экспортируют свою продукцию и планируют также экспортировать ее в будущем. Это для выхода на иностранные рынки под узнаваемым и постоянно раскрученным зонечным брендом, сделанным в России. Это возможность для компании заявить о себе, о своей продукции за рубежом и найти своего потребителя. Такая программа поддержки российских брендов крайне важна в текущих условиях, когда отечественным компаниям необходимо активно заявить о себе на мировой арене. Это возможность укрепить репутацию России как надежного поставщика качественной продукции. На данном слайде размещены бонусы участникам программы. Компании-участники получают информационный и маркетинговый поддержку российского экспортного центра. Это возможность участия в рекламно-информационных компаниях для продвижения продукции на приоритетных рынках с дальнейшим масштабированием на другие страны. Это дополнительные баллы при размещении дегустационно-выставочных павильонах АПК. Плюс это приоритетное размещение и продвижение в национальных магазинах на международных электронных торговых площадках. И это публикация в каталоге конкурентоспособной продукции для распространения через зарубежные сети. Пожалуйста, можно следующий слайд? Определите направление добровольной сертификации. В программе, сделанной в России, идет четыре направления. Это органическое происхождение. Иными словами, здесь имеется в виду натуральное происхождение продукции. Органическое происхождение. На данном выдаётся сертификат добровольный, где бывают указаны определенные хвосты, которые определяют данное происхождение. Это экологичность. Данное направление имеет под собой основу бережливого производства и использования чистого сырья. Надёжность – это говорит о том, что продукция отвечает за вышедшими требованиями заказчика. Например, повышенный ресурс эксплуатации и безопасности. В соответствии международным стандартам, в том числе, к надёжности относятся халярь и каше. Уникальность – это на основании патента мы выдаём сертификат по данному направлению. Это новые технологические открытия, изобретения, полезные модели и, иными словами, запациентованная продукция. Пожалуйста, следующий слайд. Что такое документы о добровольной сертификации в программе, сделанной в России? Для того, чтобы получить сертификат, сделанную в России, необходимо будет предоставить нам к основной заявке это добровольный сертификат от российского органа по сертификации, который имеет аккредитацию в национальной системе более шести месяцев. Также можно получить сертификат, сделанный в России на основании протоколов испытаний от российской лаборатории, имеющей международные признания, в том числе ИЛАК. И по сертификатам халяль и сертификатам каше. Халяль на данный момент единственный орган, который аккредитован на территории Российской Федерации, это Роскачество. Их сертификаты мы признаем. И плюс также есть органы ЦИС халяль. Но важным критерием в ОМЦИС является то, что сертификат, который выдан этим органам, должно соответствовать международным требованиям. Также мы выдаем сертификаты по патентам. Это по направлению уникальности. То есть, если у вас запатентованная модель, вы также заявки предоставляете патент. И на основании патента мы вам и выдаем сертификаты. Плюс по всем добровольным требованиям также необходимо будет предоставить одинаковый аргумент на продукцию. Это если это пищевка, это декларация в соответствии по ТРТС. Если это планы, это свидетельство о госрегистрации. И плюс ко всему, если среди вас есть участники, которые изготавливают медицинскую технику, медицинские изделия, то сертификат, сделанный в России, выдается просто по регистрационному удостоверению, так как на территории Российской Федерации добровольных требований к медицине нет. Также у нас есть партнеры по программе «Сделано в России». Они все изображены на данном слайде. Если у вас имеются сертификаты от наших партнеров, вы можете без каких-либо дополнительных трат в плане получения добровольного сертификата прийти к нам и уже получить по этому сертификату сертификат, сделанный в России, просто по регистрационному удостоверению. Бесплатно. Бесплатно, да. Пожалуйста, следующий слайд. Стать участником программы необходимо по такому принципу. Это авторизоваться на сайте российского экстрематора. Запомните, что мы можем два показателя. Если у вас будут трудности по заполнению заявки, на последнем слайде также будут наши контактные данные. Вы можете нам написать, позвонить. Мы с радостью вам ответим на все интересующие вас вопросы и поможем в заполнении. Также к заявке необходимо будет приложить документы об обязательной добровольной сертификации продукции, либо протоколы испытаний, сканы, и плюс также патенты. Получить уведомление о готовности сертификата, сделанную в России, я вам направляю о том, что сертификат готов, скан, к нему добавлю брендбук и логотипы. Срок указания услуги до 10 рабочих дней, если у вас имеется вся необходимая документация. И по стоимости все это предоставляется бесплатно. Поэтому были бы рады вас видеть у нас в программе. Поэтому если у вас будут еще дополнительные вопросы, с радостью на них ответим. Наши контакты указаны также на экране. Поэтому пишите, звоните, с радостью ответим. Спасибо большое. Да, Малик, спасибо. Коллеги, ну, вот это, если совсем коротко, такая вводная информация о программе.